В формате выездной администрации. Глава округа Андрей Булгаков и руководители профильных направлений отработали ряд актуальных вопросов в поселке Фрянова. Один из них касается работы управляющей компании. Еще год назад жители пожаловались Андрею Булгакову на частную УК, которая некачественно выполняла свои обязанности. Тогда совместно было принято решение перевести дома под управление муниципального предприятия, с коллективом которого и встретился глава. Мы этот процесс запустили, сейчас идет голосование на домах и хотим уже за лето все оставшиеся дома, поселения полностью во Фрянова передать и обслуживать, чтобы это мог. Соответственно задача у вас расширяется помимо обслуживания, подачи ресурсов, еще и обслуживания наших домов, где живут жители, которые ждут перемен, реально ждут перемен и мы должны это вместе обеспечить. Андрей Булгаков высказал надежду на взаимопонимание сотрудников жилищно-коммунального предприятия с новым директором Александром Журавлевым и единение в коллективе. Один из домов, который уже перешел в обслуживание муниципальной управляющей компании Первомайская 21. Андрей Булгаков пообщался с его жителями, которые попросили оборудовать игровую площадку для разных возрастов. Игровые элементы есть, но они разрозненные и многие требуют обновления. Одно нормальное, но чтобы затрагивало несколько возрастных категорий, от полтора до трех, потому что у нас очень много многодетных семей, вот посмотрите, и дети разных возрастов. Вот я гуляю с маленькой, которая два года, есть у меня детки, которые 7 лет, 12 лет. Вот хотелось бы, чтобы все, ну, рядышком, я их видела, чтобы с ними ничего не произошло. Глава пообещал, что в этом году площадка будет. Также оборудуют дополнительные парковочные места, освещение и камеры видеонаблюдения. Выездное совещание продолжилось во втором корпусе школы номер 25. Этим летом здесь запланирован ремонт фасада здания и замена асфальтового покрытия двора. Дети 1 сентября придут и уже увидят красиво обновленную школу. Вам огромное спасибо за то, что вы помогли нам такую вот работу провернуть, сами бы не смогли. Дело в том, что у нас именно здесь идут первый звонок и последний звонок. Это наше лицо школы, поэтому для нас это, ну, для нас это событие глобальное. Зданию этой школы 47 лет, и оно требует вложений не только снаружи, но и внутри. Директор обратилась с просьбой о ремонте отопительной системы. Вопрос взяли на контроль. Отдельное внимание в ходе выезда в Афряново было уделено спортивно-физкультурной инфраструктуре. В зоне общественного притяжения напротив клуба «Факел» в микрорайоне Жилкоп в этом году поставят площадку для воркаута. Об этом просили юные фряновцы. Рукоходы, здесь будет все, в общем, наполнено тем, что нужно для силовой гимнастики, для воркаута. Поэтому по вашему поручению здесь это появится до 1 сентября. Больших работ требует и фряновский стадион труд. Благоустройства на нем практически отсутствует, за что фряновцам, по их словам, неловко перед гостями. Вопрос будет рассмотрен предметно, а начнут с приведения в порядок поля и беговой дорожки вокруг него. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова